МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Сегодня в эфире Хаю Чампа. Новый раздел на сайте государственного телевидения Западной Армении. История о дня блокады Ани Айрапетян. Признала ли Россия геноцид, совершенный против армян? Какие села требуют Баку в первую очередь? Мы обязаны выступать против агрессии и поддерживать Армению. Константинус Комбус. Яшарт Курт понял, что армянин в 40 лет. Культурный геноцид. Государственное телевидение Западной Армении рада сообщить телезрителям. На нашем сайте новый раздел Хаю Чампа. Хаю Чампа – это боевое искусство, на основе которой была создана военно-патриотическая общественная организация Хаю Чампа, цель которой – создание более боеспособного населения в Западной Армении. Подготовка добровольцев поможет создать более сильное государство и станет настоящей резервной армией. Вскоре государственное телевидение Западной Армении более подробно представит подробности истории Хаю Чампа. Даже в дни блокады Анни Айрапетян не оставила работу ведущей детских праздников. В городе, который время от времени подвергался бомбардировке, опасности и голоду, семья Анни нашла в себе силы выжить и поделиться энергией и теплом с маленькими соотечественниками. Во время праздников не было угощений, но дети весь год ждали своего дня рождения и нужно было сделать все возможное, чтобы они были счастливы. Анни родилась в Гюмри, но всю сознательную жизнь жила в Арцахе. Профессию выбрала с детства. Создав семейный бизнес, Анни и супруг взяли на себя миссию развлекать детей. Главной целью было объехать каждую общину Арцаха, повывать там, где в них нуждаются. Дни блокады до города добирались пешком, чтобы порадовать детей мультперсонажам. Дни насильственного переселения были полны испытаний. Беркадзор был под обстрелом. Там находились два важных военных пункта, где будет следующий удар, мы не знали. Позже мы получили приказ переместиться в убежище. Деревня подвергалась бомбардировке, мы пытались укрыться от снарядов. С ребенком на руках я зашла в курятник соседа, позже узнав, что сестра добралась до здания, где уже были ранены. В течение часа нас эвакуировали и отвезли в Степанакерт. Там остались только вооруженные мужчины. Женщины были в подвале с детьми. Есть было нечего. Добрые люди приносили детям что-нибудь поесть. В ночь на 28 сентября мы наконец нашли топливо и отправились в путь. Государственное телевидение Западной Армении продолжает исследовать армяно-российские отношения и позицию России в отношении совершенного против армян геноцида. Вопрос о том, быть или не быть армянам в имперских интересах России, вообще не существовал. Ни одной из империй не волновала судьба коренных народов. Будет ли у них своя страна? Выйдут ли они из-под ига? Будут ли истреблены? Так было и во время Первой мировой войны. Хотя империи скрывали свои планы по разделу мира под маской спасения коренных народов, Россию, Францию и Великобританию совершенно не интересовала судьба малых народов. Как и сегодня, западные державы ставят права человека на второй план, чтобы захватить ресурсы неподконтрольных им стран. Но среди коренных народов всегда найдутся интеллектуалы, которые поверят обещаниям империи и невольно превратят свой народ в инструмент, а потом обнаружат, что их не только не спасли, но и использовали, оставив беззащитными. После Сорокомышевского сражения в январе 1915 года, когда турецкая армия была разбита, русские не стали наступать, в том числе и потому, что зима была ужасно холодной. Холод также сыграл свою роль в поражении турок. Многие турецкие солдаты погибли от мороза, а русские ожидали потепления. И еще один вопрос. Когда армянские силы самообороны появились и вошли в Ван, где разгромили турецкую армию, почему же они отступили через месяц в июле, когда не было опасности турецкого наступления, после которого Ван был опустошен? Месяц спустя они совершили такое же искусственное отступление. Подробнее о искусственном отступлении России и о ее причинах можно ознакомиться на нашем сайте Вестерн Армения ТВ. В ходе заседания правительства Восточной Армении говорила о четырех селах Тавуша, которые в первую очередь требуют сдать Баку. Этот вопрос также обсуждали в Мюнхене. В ходе встречи было отмечено, Тигранашен в них не входит. Все эти села находятся в Тавушской области. И так известно, о каких четырех деревнях идет речь. Напомним, что через год после войны бывший премьер-министр Грам Багратян заявил, что по его данным азербайджанцы уже проводят измерения в упомянутых селах. Власть, конечно, это стала отрицать, но жизнь показывает, что все это было недалеко от реальности. Кстати, губернатор Тавуша Айгалумян также заявил, что в их области есть азербайджанские села. Что касается того, почему сейчас идет речь о четырех селах, а не восьми, то по нашим данным источников, географическое положение упомянутых четырех деревень таково, что их сдача не будет для нас проблемной. Как в случае с остальными, в том числе с Тигранашеном, который фактически соединяет остальную Армению с югом. Алиев требует сначала непроблемной территории, потом общество привыкнет к сдаче остальных. Мы обязаны выступить против агрессии и поддержать Армению. Об этом заявил глава МИД Кипра Константина Скомбос 7 марта в Ереване на совместной пресс-конференции с армянским коллегой Араратом Мирзояном. Министр напомнил, что Кипр выразил однозначную поддержку народу Армении и направил гуманитарную помощь вынужденным переселенцам из Арцаха. Агрессия, ревизионизм, депортация – все это неприемлемо для международного сообщества. Принуждения применения силы не могут быть альтернативой дианогу. Суверенитет и территориальная целостность необходимо уважать в соответствии с международным правом и уставом ООН. Мы обязаны выступить против агрессии и содействовать Армении как политически, так и материально. Заявил глава МИД, поприветствовав все усилия для нормализации отношений Еревана и Баку. Мы полностью содействуем армянским коллегам, подчеркнул министр, добавив, что Кипр был и остается надежным партнером Армении. На вопрос о действиях международного сообщества в условиях продолжающейся агрессии Баку министр повторил, что все должны уважать международное право, альтернативы этому нет, уважать суверенитет и территориальную целостность. Министр также напомнил, что сам Кипр уже 50 лет является жертвой агрессии и незаконного вторжения. Яшар Курт, певец протеста, получивший признание благодаря своей песне «Боюсь, мама», в 40 лет понял, что он армянин. Компания «Приносим извинения» уже довольно давно стоит на нашей повестке дня. Дело дошло до того, что обсуждался вопрос о том, является ли бывший президент Турции Абдулла Гюль армянином. Гюль сказал, что его семья мусульмана турецкая, однако Джанан Аретман, депутат Республиканской народной партии, доходящий до преувеличения в расизме, предложил Гюлю пройти тест ДНК. Эта тема для нас дополнительная сложная проблема, однако этот вопрос имеет также свою художественную сторону, конечно, и человеческие стандарты. Привет, Яшар Курт, сохранившийся в наших воспоминаниях с припевом песни «Боюсь, мама», сообщил в интервью еженедельнику Тарав, что узнал, что он армянин только в возрасте 40 лет. Родители дедушки Курта были убиты, дедушке было 10 лет. До Риза дедушка добрался пешком, где его приютила семья. Последующему поколению также пришлось жить, скрывая свою идентичность. Курт объясняет это следующим образом. Прежде всего, нужно было выжить. Напомним, турецкий рок-певец Яшар Курт родился в 1968 году в Константинополе. С 1974 по 1989 год получил начальное среднее образование, также окончил лицей в Стамбуле. После полной оккупации территории Арцаха в сентябре 2023 года в азербайджанской соцсети можно было встретить десятки видеороликов, снятых в оккупированном азербайджанцами Арцахе. Видеоролики, демонстрирующие работы по сносу зданий Национального собрания Арцаха, были загружены в интернет 3 марта 2024 года. Значительная часть здания снесена. На одном видео задокументировано начало работ по сносу здания, на другом уже конечный результат. Преднамеренный снос здания Национального собрания Арцаха должен был произойти в конце февраля, поскольку видеоролики были загружены в интернет 3 и 4 марта. По азербайджанскому телевидению был показан видеоролик о сносе зданий Национального собрания, в котором работы по сносу были интерпретированы как разрушение символов сепаратизма, начало которому дал Ильхам Алиев. И в завершении новостей послушаем музыкальное произведение. Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok